Коллеги, рядом со мной Даниил Седов, компания «Магнит». Здравствуйте. Привет. Вы были спикером нашей деловой сессии «Магнит» все знают, но расскажите теперь о теме, что вы несли сегодня нашей публике. Да, мне повезло, я участвовал в двух сессиях, аж в этот раз, это хай-тек в ритейле и инновации в ритейле, инновации в маркетинге. Очень хочется узнать тем, кто не был на сессиях, а многие не были на сессии вот в рамках интернета, поэтому давайте тезисно, может, по всем темам пробежимся. Да, ну, я представлял технологии распознавания, в «Магните» их на самом деле куча и множество, но мы остановились на двух уже проверенных таких, которые тестированы и показали свой эффект. Это умные весы, когда на весах технология сама распознает товар, вам не нужно больше запоминать код, название товара, просто подходите и подтверждаете выбор, который дает вам система. Это же прекрасно, все мы прекрасно помним, да, 108, 119, 108, 119, ты идешь к весам, главное, что в левой руке 108, в правой 119, это ужас, что такое. Спасибо вам, спасибо от всех нас. Да, мы свою презентацию именно с этой стороны и построили, то есть мы не нагружали публику какими-то сложными там иностранными аббревиатурами и терминами, типа нейросети, искусственный интеллект, а подошли с момента, из пункта, наверное, заботы о наших покупателях, то есть сделали два таких типичных портрета, это пенсионер и очень молодой энергичный парень, и то, как эта технология помогает им в жизни в конкретно взятом кейсе. Скажите, было две сессии, вы примерно показывали свои наработки одинаковые или была еще какая-то интересная тема, которую вы сегодня тоже освещали? Одинаковые на самом деле, да, даже презентации были плюс-минус похожие, но публика была немножко разная, то есть в первый день там были ребята такие инноваторы и технологи именно, а сегодня это уже ребята, которые больше погружены в маркетинг. Расскажите, может быть, еще о интересных планах хай-тека, потому что магнит на самом деле на гребне волны, раз эта история происходит сейчас с весами, а это такая вещь, которую просили, наверное, все, если не вслух, то хотя бы просто про себя, то, может быть, есть какие-то еще планы, еще улучшение жизни покупателя? Ну да, мы постоянно смотрим в эту сторону, как облегчить и как облегчить жизнь покупателям, как сделать процесс покупки более приятным, как облегчить жизнь нашим сотрудникам в том числе. Задумок очень много, наверное, целую сессию можно этим посвятить, да, но основной фокус сейчас, наверное, на полку, да, и то, что происходит сейчас, в принципе, в стране и в мире, чтобы было достаточно товара, как это контролировать, чтобы все были довольны, чтобы покупатель нашел свой товар на полке. Ну, если магнит двигает будущее к настоящему, то, надеюсь, с настоящим мы тоже разберемся довольно легко. Спасибо вам большое и удачи! Спасибо вам, до встречи!